Друзья, день добрый! Сегодня у нас бойлер Горенье, который по диагнозу у нас не греет. Включается, я просто плату уже снял, вон, подсоединил, проверял. Как раз просто хотел вам показать, почему он может не греть. Проблема у нас и причина всегда очень простая. Когда у нас здесь загораются циферки, он показывает, вы даже слышите щелчок реле, но она у вас не греет, плата, вам что нужно сделать? Разобрать, вытащить это все. Ну, там всего лишь два винтика. Вот эта плата с другой стороны, вот она. И я вам скажу так, 90% проблем, которые у нас есть именно с этими бойлерами, которые выглядят приблизительно вот так вот, она у нас вот в этом месте. Сейчас постараюсь, если мой телефон позволит, я вам покажу поближе. Проблема у нас всегда вот в этом вот месте и вот в этом. Вот. Если вы посмотрите аккуратно и внимательно, вы увидите, что вокруг вот этого и вот этого контакта у нас есть такой ореол. Кругленькие-кругленькие такие трещинки. Называется кольцевая трещина. Что такое кольцевая трещина? Кольцевая трещина, вот, поближе еще. Нет, все резко стеряется. Что это такое? Это значит у нас, скажем так, ну не сказать, что это не пропай. Проблема решается. Нужно просто взять паяльник и вот эти два контакта, вот, вот, ну и желательно вот эти вот еще, у нас их пропаять еще раз оловом. Потому что, смотрите, у нас здесь идет это реле, замыкает хитер, то есть это тен, с фазой, которая у нас сюда приходит. Соответственно, в этом месте каждый раз, смотрите, как ток идет. Он идет отсюда, потом поворачивает, я серьезно говорю, на 90 градусов и заходит обратно в реле. Поскольку напряжение и ток идет по пути наименьшего сопротивления, он же не идет на этот контакт вверх, вот, нет, он идет сразу вот в том месте, где он находит олово, или отсюда, или туда, идет обратно в реле. Соответственно, каждый раз при включении и токовой нагрузке, пиковой нагрузке, в этом месте олово чуть-чуть проплавляется, буквально чуть-чуть, по пути наименьшего сопротивления, ток не идет вокруг. И в этом месте происходит коротенький такой вот, ну, не сказать, что прогар. Со временем вокруг этого контакта образовывается вот такой вот ореольчик, ореол, сейчас, из непропая, и у нас не проходит напряжение. Обычно в стандартных реле, в стиральных машинках, где-то еще, у нас на 12-ти вольтовых, на питании реле здесь такое происходит. Но здесь у нас бойлер, здесь у нас пиковая нагрузка, вот, вот в этих вот контактах. Все, что вам нужно сделать, это их пропаять. И все. И 80%, что у вас бойлер обратно заработает. Иногда бывает в этих местах, в местах она просто выгорает, прогорает напрочь. И все. То есть нужно только эту рулюшечку менять. Она у нас стандартная. Видите, сейчас я вам покажу. 12-ти вольтовое реле. Ну, здесь не видно, но поверьте мне, она у нас, по-моему, 12-ти вольтовое. Сейчас. Так, смотрим. Да, смотрите, вот у нас обыкновенная, вот, 12-ти вольт по стоянке. Да, это обыкновенная релюшка. То есть ее найти вообще не проблема. Поэтому пропаивайте в этом месте, и бойлер у вас начинает работать. К слову сказать, что обычно здесь это более наглядно выглядит. Без, то есть серьезный прогар. И поэтому ток не проходит. Бывает, конечно, что еще горят сами тены. Вот наши сухие тены, вот они. Но, как бы, это редкость. Они почти не горят. Это где-то после 6-7 лет эксплуатации. К этим годам уже вот в этом месте у нас происходит дефект. Все, спасибо большое за такое, за то, что выслушали. И надеюсь, что это видео вам было полезным. И бойлер вы сможете починить самостоятельно, без каких-либо проблем. Не забывайте, прежде чем лезть в бойлер, пожалуйста, его обесточьте. Это очень важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!